Сорок пятая голова книги пророка из Икииля. И кругом него площадь в пятьдесят локтей. Из этой меры отмерь двадцать пять тысяч тростей в длину и десять тысяч в ширину, где будет находиться святилище, святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господа. Это будет для них местом для домов и святыней для святилища. Двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте пять тысяч ширины и двадцать пять тысяч длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу, с западной стороны и к востоку, с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои вперед не теснили народа моего и чтобы предоставили землю дому Израилеву по коленам его. Так, говорит Господь Бог, довольна вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы, правильная Ефа и правильный Бат. Ефа и Бат должны быть одинаковой мерой, так, чтобы Бат вмещал в себе десятую часть Хомера и Ефа десятую часть Хомера. Мера их должна определяться по Хомеру. В сикле двадцать гер, а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, которую вы должны давать князю. Шестую часть Ефы от Хомера пшеницы и шестую часть Ефы от Хомера ячменя. Постановление об Елее. От Кора Елея десятую часть Бата. Десять Батов составят Хомер, потому что в Хомере десять Батов. Одну овцу от стадов двести овец стучной пажите Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения и благодарственной жертвы в очищение их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношения князю в Израиле. А на обязанности князя будет лежать всесожжение и хлебное приношение и возлияние в праздники и в новомесяче и в субботы. Во все торжества Дома Израилева он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение и всесожжение и жертву благодарственную для очищения Дома Израилева. Так, говорит Господь Бог, в первом месяце, в первый день месяца возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на верее храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на верее ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в четырнадцатый день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опреснаки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех, и в эти семь дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна, и по гину елея на ефу. В седьмом месяце, в пятнадцатый день месяца, в праздник, в течение семи дней он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея. Продолжение следует...